МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядите у гэтым выпуском. Разобраться у кожной ситуации наши корреспонденты потекавелись выражением пытанья у знятых подчас суботней промой линии старшине Абл-Ваканкама Геннадзя Соловьян. Причина незапланованного спинения – технічная несправность. Учора тягник Минск Гомель на некольких годин затримався у шляху. Самая пригожая – женка и мать. Титул «Месяц Гомельская область-2019» завоевала Вера Пелепчук. А зараз об этом и іншим – больше подробязна. Практику применения мер администрационной отказности и будущая изменения законодавства обмерковывали сегодня у президента. Тема на поголосцы постоянно, по-перше, за статистики. Я нас обливана перший погляд ставить под сумнение законопослухмяность наших грамадзян. За неполные пять годов зафиксовано 16 миллионов администрационных порушений. Увы, никуда отказности притягнуты каля трех с половы миллионов беларусов. И усе таеж статистика показывает, что за этими лежвами нередко стоит шмат пытанев относно справедливости покаранев. Бадай, каждый автоуладальник хоть раз да и отрымливал лист счастья або вымышенный был порушать правила дорожного руха за отсутности парковочных мест. До речи, администрационные санкции у Беларуси в больше 80% выпадков датычатся безпеки дорожного руха. В этом плане накручивают лишь бы антистатистики, камеры фото и видеофиксации. Про недохопы в администрационном процессе керавник Державы говорил сегодня с КДБ, Министерством внутренних справ, Верховным судом, Комитетом Держконтролю, Парламентом и Администрацией Президента. До речи, экс-керавник политичного штаба, а теперь спикер Верхней Палаты Парламента Наталья Качанова отрымала особистые дорожения от Президента. Нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо. Кстати, мне водители докладывают, что не выполняются мои поручения. Это, Наталья Ивановна, недопустимо, когда не выполняются поручения президента. Поднимите мои поручения по кольцевой дороге. Первый и второй. И проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены. И скорость движения была увеличена, как следует, и так далее, и тому подобное. Там, где я якобы реже на кольцевой дороге бываю, там все таки осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей. Выники этой нарады станут основой для работы экспертной комиссии. По доручении президента у ее состав увыйдут с керовникой держорганов, парламентарии и навыковцы. За поугода им треба будет провести совместную работу, ка подрихтовать документ, який удосконалить парадок и умовы притягнения до администрационной отказности. И только после одобрения керовником державы, ответный законопроект будет унесен в парламент. В минулую субботу старшиня Гомельска-Габлова-Канкама Геннадь Соловей провел промой телефонной линии. За три годины на ее поступило 45 звонков. Работа по ликвидации некоторых огученных проблем началась в тот же день. Некоторые завороты взяты на контроль. Наши корреспонденты с подробностями. Довольно значная частка проблем огученных подчас промой телефонной линии тычилася доброупорядкование населенных пунктов. Жахар вез ких день Брагинского района попросил расшись в улицу от залишней рослинности, якая не дозволяя водителям добро бачить дорогу. Еще один звонок на эту тему от гамельчанки из советского района Гомеля. Жанчина звернула увагу на необходность наведения парадку у парку фестивальным. Займаться доброупорядкованием почали сегодня с самой ранницы. Для вывода в зулистях накировали некольки десятков работников коммунальных организаций с адповедной техникой. Кольки дюнц потребится, каб выканать увесь объем работ, пакуль сказать складана, але видовочна, что только ими справа не обмяжуется. Гамельчане скарзятся надренные дорожки на территории парка. Плохие дороги, коляской особенно вообще не проехать. Ребенок бежит, спотыкается, падает, коленки разбивает. Тут еще в начале нормально, а дальше вообще не пройти. Мы часто туда ходим гулять, вот и белок смотреть, и кормим. Но приходится реже гулять, потому что дороги плохие. Еще одна просьба об допомозе с улицы 60 год СССР. Инвалид, який тут проживая, скарзится на вельме незручный пандус. Наша сдымочная группа выезжает на место, где этой конструкции не задоволены усе. Нават детячую коляску по таким пандусе провозить небеспечно. Каким может быть расширение проблемы, жахары дома демонструют у соседнем жилым будинку. Правда, до весны узведение пандуса может быть саправдой проблемным, але это не значит, что необходимо чекать только часу. Пакуль можно зарабить часовую конструкцию. Эта ситуация берется на контроль. На конд некоторых агученных проблем старшиня Абылвыконкама одразу даёт уручение. Брагады коммунальников, ящик подчас размовы с абонентом, отрымливая задание выехать до гемельшанки Татьяны Смирновой, якая скарзится на холод у Кватеры. Специалисты неких отхиленьев от стандартов не знаходят. Вероятно, эта ситуация будет иметь протяг. Жанщина со зробленными выводами не сгодная. Сверждая, что за некомфортной температурой у Кватеры она постоянно хвореет. Мне не жарко. И я болею. Всё, у меня бронхит. Вот начинается отопительный сезон, я болею. В прошлом году у меня в декабре месяце было воспаление, я никуда не хожу. Я дома нахожусь всегда. Вот рядом магазин, вышел хлеб, купил и пришел домой. Всё. При этом не все агученные пытания после проверки на месяц оказываются отповедающими рычаисности. У приватности не знаходясь подтверждения информации об аварийном стане дома по улице Першамайской у Рыжицы. Дом, саправдой, проблемный, але не у таких масштабах, як поведомила его Жихарка. Та реша, Жанщина назвала не свой адрес, и сустреца с еёй у простой никого райвы Канкама не отрымалася. Жихар советского района Гомеля звернул увагу на несанкционованный гандель по улице 60 год СССР каля буйной гандлёвой крамы. Гэта информация знайшла подтверждение. Секава, что побач находится незанятый участок земли, где можно было побудовать часовые гандлёвые рады. Ещё одно пытание от Гомельшанина, хучэ можно расценить, як пропанову – вырошивать ёлки у катках, які потом будуть не продавать, а сдавать у аренду. Пытание обмерковали у лесгасах. Лесхоз на это дело может пойти, рассмотреть варианты сдачи деревьев в новогодних в катках в аренду. Но надо решить цену вопроса, то есть на месяц в аренду сдать деревья или на два месяца, то есть это стоит цена вопроса. Но ещё наши люди, может быть, к этому не готовы. То есть есть дисциплина людей, которые должны, например, мы деревья реализовали, по договору подряда, не то, по договору, на месяц. И как бы они нам потом его вернут. То есть это может в договоре прописать условия поставки, условия возвращения этих деревьев. То есть как бы ещё наши лесхозы, может быть, к этому не готовы. Пытания, які огучиваются практически подчас усіх промых телефонных линий, стан дорог, особливо у сельской мясцовости. За пошній год у проведения их у парадок на Гомельшине укладены значные сродки, але проблемные участки аж застаются. Ситуация будет вылучаться с выездом на месяцем. В вынеку соправданной необходимости на ремонт будут выдатковаться сродки. Что касается, знаете, Гомельского района, у нас дороги здесь на самом деле не устраивают. Мы сейчас определённые суммы денег выделили. Выделили суммы денег на ремонт дорог, особенно тем, где был асфальт на покрытие, и оно пришло в неугодность. С початку года керавнистам Гомельского облвэкэнкама проведено больше, як 40 промых телефонных линий, на які поступило свыше 800 звонков. У вынеку становча вырешено 20% з вороту, 23% знаходятся на контроле. У остатних выпадках достатковым оказалось провести тлумачальную работу. Вопросы, которые возникают, проблемы у населения, они должны решаться. Если на местном уровне они не подлежат решению, то, конечно, мы на областном должны в первую очередь рассмотреть. Что касается вот этих некоторых мелких проблем, которые возникают, я скажу, если там, где есть на месте власть, там всегда в районе будет решаться. И в первую очередь мы обращаем внимание всех наших руководителей подразделений, они должны идти к народу и вместе с ним решать те проблемы, которые их есть. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, Евген Макенко, телерадокомпания «Гомель». Основные векторы экономики Кировщины – промысловость, машинобудование, лесоперепроцовка. Знешнегандлевый оборот Беларуси с Кировской областью за 10 месяцев склав 63 миллионы долларов США. Особно Гомельской области крыху больше, как 3,5 миллионы. У основным – это импорт, химичные выробы, металлоконструкции, обсталявания. Что тычется экспортного компонента, то он представленный металлопродукцией, пластиковой упаковкой, выробыми с цементом, бетоном, штучного каменя. Задача – повысить экспортную складающую товарообороту. С начала года объем экспорта Кировской области и Беларуси – 12 миллионов долларов. С их Гомельская область продала в этот регион товаров на 2,5 миллионы. В российский регион свою продукцию поставляют 15 предприемств. В их лику – БМЗ, Алкапак, Гомсельмаш, Гомельшкло. Шляхи дальнейшего супрацовниства обмеркуют представители совместной рабочей группы по взаимодействию 19-20 Снежня. Участники заседания обсудят перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Будут обсуждены проблемные вопросы взаимных поставок в части машиностроения, сельскохозяйственной продукции и пути их решения. По итогам заседания будет подписан протокол заседания рабочей группы. Также в ходе подготовки визита прорабатываются предконтрактные соглашения предприятий, межвузовские соглашения. В ходе визита планируется проведение встречи двух торгово-промышленных палат Вятского отделения и Гомельского отделения Белорусско-торгово-промышленной палаты. Готовятся B2B-переговоры, на которых предприятия озвучат свои взаимные интересы. Причина незапланованного спинения – техничная несправность. Учера тягник межрегиональных линий бизнес-класса номер 708 «Минск-Гомель» на нескольких годин затримался у шляху. Аварийный припинок отбылся на станции «Червоный берег» в 20 годин 50 хвилин. Супрацовники белорусской чугунки спробовали справиться с несправностями на месте, как тягник смог протягнуть рух. Али гэта не отрымалася, пришлося пересадить пасажиров у іншый дизель-тягник. У вынику люди приехали в областный центр амально три годины поздней, чем треба. За доставленных незручностей пасажирам допомогли добраться до места назначения у Гомеле. Зараз устанавливается причина несправностей тягника. Белорусская чугунка просить пробачения за инцидент и нагадывая, что по зворотах пасажиров будет житявляться компенсация кошту проезду. Больше подробную информацию можно отримать в контакт-центры чугунки по номеру 105. Сустреча керавництва Державной инспекции безопасности дорожного руха по Бранской области России и Управлении ДАИ Гомельского региона пройшла на нулявым километры. Суместную программу по отпрацовцу програничных дорог почали за собистого приема грамадзян. До керавництва обедевых областных инспекций частей за усе зверталися с пытаннями об изменениях российского и белорусского законодавства участцы правилов дорожного руха. А кроме компетентных отказов, грамадзяне так само отримали у подарунок памятки про безпеку на дорозе, сувениры и светлоотбивальные камезельки. По завершении приема, супрацовники инспекции провели суместную отпрацовку автодорог межа Российской Федерации «Гомель-Кобрин» и Бранск-Новозыпков межа с Республикой Беларусь, а так само приграничных районах обедевых краин. Одна из головных культурных падей отыходящего года пройшла у областным Громадско-культурным центры. Финал конкурса «Миссис Гомельская область-2019» собрал на сцене 12 пригожих и харизматичных женок и матуль. Кому досталась коронапереможца, ведает наш корреспондент Ганна Корольчук. Яны рыхтовались до этого дня полтора месяца. 12 финалисток в возрасте 25 до 42 годов приезжали в Гомель на репетиции из разных кутков Гомельщины. Калинковича у Светлогорска, Рохачёва, Жлобина и Мазырского района. У каждой из них свои мары. Народить двойнята, бусыновить дитя, побудовать великий дом, обожить калямора, створить доброченный фонд або социальный проект и безумовно стать «Миссис Гомельская область». Это моя, скажем так, была маленькая мечта давно, я хотела участвовать. Мне это интересно, я человек сцены. В школьные годы я и танцевала, и пела, поэтому для меня это очень актуально. Это первый мой опыт, поэтому мне вдвойне интересно. Это что-то новое для меня. Все девочки очень дружелюбные, приятные, и каждая достойна победы, я считаю, на мой взгляд. У каждой свой опыт семейной жизни, карьерной. Дефилей, хореография, фотосессия и издымки социального видеоролика. Месяц под рыхтолки допомог жаншинам раскрыться по-новому. Кожная утельница имкнулась оперодолить страх и по максимуму показать свои сдольности. Однако для некоторых за их подобное выпробование было не у першиню. Я становилась в 2017 году победительницей «Миссис Светлогорск». Почему сюда решила участвовать? Также хотелось бы немножечко, ну уже, города, как говорится, сестновато, хочется расширять свое пространство, возможности. Ну и вообще показать большинству, что все-таки можно быть, я многодетная мама, у меня треть дочки, что все-таки надо находить время для себя, уделять его себе, вести активный образ жизни и как-то добавить красок в свои серые все-таки будни. Организаторы постарались перетворить шоу «Семейное свято». Ягумета – пропаганда семейных каштонностей, идеалу миру добра и прегажности, а так само престижу материнства. Этим конкурсом мы хотели всем рассказать, что мама – это не просто женщина, которая сегодня, так скажем, банально, это домохозяйка, или человек, который там варит борщи. А сегодня это прекрасная женщина, она всесторонне развита. Она и мать, и хозяйка, и потрясающая супруга. И вот сегодня вот это шоу всем будет и примером. Конкурсные выходы объеднали темы поры года. Початок у себя живого весна открыла программу с наемством с удельницами. Горячие веселое лето женщины сустракали разом со своими детьми подчас семейного выхода. Малые на сцене держались не меньше, упевненно за своих пригожих мам. Танцевальный номер у Осинской тематицы конкурсантки выконывали разом со своими мужчинами, которые вышли на сцену, чтобы поднимать каханых. У нас большой опыт. Мы дважды вице-лучшая семья нашего города Жлобина. Наша мама уже вице-лучшая мама города становилась. Сейчас этого миссис Жлобин. Мы любим сцену, любим выступать. Егор у нас пять лет занимался в школе танцев, сейчас сестра продолжает. Мы ловим от этого удовольствие и кайф. Опошняя дефиле – зимовая. Финалистки прошли в Белых Сукенках. И еще раз доказали глядачам и жюри, что женщина у семьи должна чувствовать себя прихожуней. По выниках конкурса приз глядацких симпатий отримала Ганна Бондаренко из Мазырского района. Другой вице-миссис стала Александра Тарасевич с Гомеля. Первая вице-миссис – Ганна Храпатая со Светлогорска. Титул «Миссис Гомельская в область» 2019 и корону переможца отримала у дельницы под номером пять – гамельчанка Вера Пелепчук. Я очень рада, конечно. Честно, каждая девочка действительно достойна этого звания, потому что все очень красивые, все мамы. Конечно, я очень рада. Это непередаваемое ощущение. Просто нет слов. Спасибо большое за доверие. Хочу поблагодарить большое модельное агентство «Хрустальная нимфа» за оказанную помощь в организации этого праздника, своих родителей, свою семью, своих болельщиков, кто за меня болел. Спасибо большое. Мне очень приятно. И это действительно очень ценно. 32-годовая мать выховывает четырех дачок и в наступном году выйдет с декрета працовать инженерам-технологам на кондитерской фабрице «Спартак». Ханна Корольчук, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». Геты и иншие новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by. На гетный выпуск завершенный. Дякую за увагу. И до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Не дали сигарету и оскорбили. В Калинковичах пьяная девушка ранила ножом пенсионера. Утром 12 декабря в отбор дома пенсионеров зашла нетрезвая гостья и беспричинно попыталась ударить ножом 80-летнего хозяина. К счастью, несмотря на возраст, пенсионер смог оказать сопротивление и даже забрал у нападавшее оружие, при этом получив порезы. Обидчице удалось ретироваться, но супруга пострадавшего немедля вызвала милицию. Правоохранители оперативно обследовали район и недалеко от места происшествия заметили идущую по проезжей части пьяную девушку. Ее черные ботинки были в побелке, а как было известно инспекторам, в месте, где происходила борьба, лежала насыпь битого кирпича. Девушку задержали. Выяснилось, что накануне ночью подозреваемая выпивала вместе с мужем. Утром она вышла на улицу попросить у прохожих сигареты или деньги на их покупку. С ее слов, недалеко от дома встретила компанию, но молодые люди в просьбе отказали и вдобавок оскорбили. Женщина ушла, но через несколько минут направилась к обидчикам с ножом и в куртке супруга. Из-за сильного алкогольного опьянения подозреваемой показалось, что кто-то из той компании зашел во двор к пенсионерам. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ее действием будет дана правовая оценка. А в Жлобинском районе пешеход, идущий по середине проезжей части, попал сразу по две машины и погиб. В пятницу вечером недалеко от деревни Хальч 49-летний мужчина, житель деревни Колыбовка, решил, что обочина не для него и пошел прямо посередине автодороги. По предварительной версии, примерно в 7 часов при встречном разъезде с другим автомобилем водитель Аудио А6 в последний момент заметил перед собой человека, но среагировать не успел. Пешеход был сбит. От удара мужчина отбросил на встречную полосу, где он тут же попал под касательный удар Вольцвагена под управлением односельчанина. Пешеход погиб на месте. Милиция проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой, помимо прочего, будет установлена, был ли пешеход трезв. Два ДТП с участием автомобилей такси произошли 14 декабря в областном центре. Первое около полудня на перекрестке улиц Крупской и Каменщиково. Автомобиль такси столкнулся с легковушкой. Со слов очевидцев, один из водителей пострадал. Медики ему оказали помощь. На некоторое время на улице остановилось движение троллейбусов. Через два часа на перекрестке улиц Серегина, братьев Лизюковых, 36-летний водитель такси, управляя автомобилем Рено Логан, не пропустил движущийся по главной дороге грузовой автофургон Ивека Турбо Дели и совершил столкновение с ним. В результате ДТП пассажир такси получил несколько ушибов и перелом пальца правой руки. После оказания помощи в областной больнице, которая расположена рядом, отпущен домой. Курение послужило косвенной причиной смерти двух жителей Гомельской области в эти выходные, считают спасатели. Так, в субботу около 9 вечера светлогорским огнеборцам поступило сообщение о пожаре по улице Мостовой. По прибытии к месту вызова дом и сарай были полностью охвачены огнем. После ликвидации пожара на кровати в жилой комнате спасатели обнаружили обгоревшее тело брата хозяйки дома. Огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри дома, а также сарай. Через 45 минут в соседнем Калинковичском районе спасателям поступил звонок из деревни Козловичи. Из-под кровли одного из домов шел дым. Прибыв к месту вызова и проведя разведку, работники МЧС в комнате на полу обнаружили хозяина дома без признаков жизни. В результате пожара огнем уничтожены постельные принадлежности, поврежден пол. Причиной пожара в обоих случаях стало курение в постели в нетрезвом состоянии. Поэтому МЧС напоминает, будьте предельно внимательны и осторожны с огнем. Ни в коем случае не курите в квартире и домовладении. Соблюдайте правила пожарной безопасности, а для того, чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси на выезде обыграла столичный «Витязь» 36-32. Ответный поединок состоится 20 декабря на площадке «Гомельчан». А вот женский гонбольный «Гомель» сделал еще один шаг к чемпионству. На домашнем паркете команда Томожа Чаттера принимала БНТУ «Белаз». В нынешнем чемпионате это уже второй поединок главных претендентов на золото национального первенства. В первом круге гомельчанки на выезде победили с минимальным преимуществом. Доможа от соперника они не оставили камня на камне. Удаление в стане соперника, атакующий кураж Виктории Дивак и старания в рамке Юлии Кунцевич позволили хозяйкам паркета к 19-й минуте получить преимущество в четыре мяча. Правда, в концовке подопечные Томожа Чаттера сами были дважды к ряду наказаны за грубость, чем соперник также воспользовался. В итоге к перерыву на табло горели цифры 12-10 в пользу Гомеля. На старте второго тайма гомельчанки оперативно вернули себе преимущество в четыре гола, а вскоре и вовсе его удвоили. Столичная команда, испытывающая сейчас серьезные кадровые проблемы, во втором тайме так и не смогла найти аргументы против игры хозяек в атаке. К тому же у самих мячанок мало что получалось у ворот соперника. В этом велика и заслуга гомельского кипера Кунцевич. Итог 29-18. Победа команды Томожа Чаттера. Мы разбирали этого соперника. Это принципиальный наш соперник в этом чемпионате. Каждая игра важна. Нам нужно каждое забрать очки. В этом году мы всего играем только шесть игр между собой. Это очень мало. Поэтому каждое очко важным. Тренер правильно подошел к игре. Разобрали, кто куда идет, кто куда заканчивает атаку. Все у нас получилось. Надо сказать, поздравлять Концевич. Очень хорошее стояло. Надо поздравлять Иру Мокот и вторую Иру, которые отработали центральным блоком очень хорошо. Сегодня, во-первых, этих 7-8 игроков, которые можно играть на хорошем уровне, сделали эту работу, которой она нужна. В чемпионате Беларуси Гомель и БНТУ сыграют между собой еще четыре раза. Гомельчанкам достаточно победить в двух из этих поединков, чтобы сохранить за собой титул чемпионок. Сыграны первые поединки четвертьфинала в Кубке Беларуси по мини-футболу с участием гомельских команд. БЧ разошлась миром со столичной охраной «Динамо». На экваторе первого тайма малышка забил, и железнодорожники повели. На старте второго в роли догоняющих были уже сами гомельчане. Сначала Лазовский сравнял счет, а вскоре Лавр вывел столичную дружину вперед. Правда, ненадолго. Книга восстановил паритет 2-2. В этом противостоянии все решится в ближайшую среду в Минске. Равные шансы у команд как до матча, так и после него. Ничейный результат, преимущество голов на площадке соперника. Да, у соперника есть. Но никто же не знает, сколько мы забьем там и как будет разворачиваться событие. Поэтому готовимся к следующему матчу. В противостоянии в РЗ еще одного столичного «Динамовского» коллектива похоже все ясно. Вагоностроители дома обыграли «Динамо» БНТУ 7-1. Хит-трик на счету Евгения Клочко. Ответный матч пройдет в среду, 18 декабря. Спортсмены из Белоруссии и России оспаривали награды традиционного международного легкоатлетического фестиваля «Снежная рысь». Соревнования проходили в Гомеле в легкоатлетическом манеже. Брянские спортсмены завсегдаты фестиваля «Снежная рысь». Гостей из России в гомельском турнире устраивает все. И географическая близость, и теплый прием, и стабильно высокая конкуренция. В нынешнем году делегация из российской области «Соседки» насчитывала 70 спортсменов. Без наград гости не остались. Белоруссия всегда считалась сильными командами, и поэтому хорошая конкуренция, хорошие у вас спортсмены всегда высокие результаты показывают. Поэтому здесь все очень хорошо. Соревнования проходили в двух возрастных категориях – 13-16 и 17-18 лет. Гомельчане, как и полагается хозяевам соревнований, боролись за награды во всех дисциплинах. Одним из первых золотом фестиваля разжился победитель юношеских Балтийских игр 2019 года Александр Марфушкин. С личным рекордом 4 метра 10 сантиметров он победил в секторе для прыжков с шестом в младшей возрастной группе. С тренером много тренировались, работали над техникой. Шест взяли жестче. Ну и получилось. По результатам, конечно, доволен. Но хотелось на 10 больше. В старшей возрастной группе безоговорочную победу одержал родной брат Александра – Дмитрий Марфушкин. В нынешнем сезоне гомельчанин стал бронзовым призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Стоит отметить, что представители Гомельской области на фестивале «Снежная рысь» поднимались на пьедестал почета почти в каждой дисциплине. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.